Доброе утро! В эфире новости. Этот день вместе с вами начинаю я, Антон Скаль. Сразу к выпуску. Нагорный парк, пешеходная зона на Апском бульваре, аллеи Целинников и Демидовская площадь – это только часть объектов, которые стали лидерами народного голосования на участие в проекте формирования комфортной городской среды. Барнаульсы выбирают территорию, которая больше всего, по их мнению, нуждается в благоустройстве. С 22 февраля на официальном сайте города публикуются проекты площадок, которые могут быть благоустроены в рамках муниципальной программы формирования современной городской среды на ближайшие 4 года. 18 марта Барнаульсы будут голосовать за те проекты, которые им близки. Предстоит выбрать 6 территорий из 10. В этом году особенность в том, что решили пойти на согласование общественных территорий как бы всенародным голосованием по тем городам, где численность населения больше 20 тысяч человек. Это в крае у нас таких 8 городов и по этим городам в марте, вот буквально будет у нас как бы пилотный первый раз, мы будем выбирать общественную территорию голосованием. Финансовый мир Алтайского края – мероприятие с таким необычным названием прошло в Барнауле. Представители 8 организаций боролись за звание самых финансово подкованных. Подробности в сюжете Анжелики Келлер. Пройти 5 этапов, открыть сейф и получить приз. А чтобы сделать это, приходилось отвечать на вопросы по кредитованию, страхованию, финансовой безопасности. Так, в игровой форме барнаульцы проверяли свой уровень финансовой грамотности и открывали секреты управления личным бюджетом. В баталиях, развернувшихся на площадке финансового конкурса, помогали участникам специалисты государственных финансовых служб, управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю, Пенсионного фонда России, управление Федеральной налоговой службы, а также общественных организаций по защите прав потребителей и сотрудники кредитных организаций. Каждый желающий мог получить профессиональную консультацию. Впечатления вообще самые положительные, конечно. Узнали очень много нового. Большое спасибо эксперту, который помогал нам решать задачи и объяснял. Вот это было для меня новое. Просложенные проценты мы когда-то проходили, конечно, на эконом-теории, на маркетинге, на менеджменте, но уже знаний никаких вообще не осталось. После университета как раз такие мероприятия очень полезны, чтобы просто напомнить о том, что существуют вообще такие понятия. Без спорных вопросов не обошлось. Тут на помощь приходил эксперт. Мы стремимся к тому, чтобы он повышался, но мы еще не можем сказать, что у нас высокий уровень знаний в области финансов, да, потому что мы все равно делаем ошибки, мы все равно берем кредиты, мы попадаем в финансовые ловушки, у нас есть проблемы с перечислением денежных средств, но мы не знаем всех наших прав и в области налогов, и в области потребителей финансовых услуг. Что такое финансовая грамотность? 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Ваш ответ? Во второй игре за заветные цифры к сейфу боролись сотрудники сети детских оздоровительных бассейнов «Бонифаций» и пиар-агентства «Маримакс». Победа за «Бонифациям». Затем сразились между собой команда «Ростелеком» и пиар-компания «Организатор». Последними в финансовый мир Алтайского края погрузились сеть фитнес-студий «Майбодитек» и агентство недвижимости «Замок плюс». Выиграли спортсмены. Нестандартные вопросы, очень креативные. Пришлось очень много думать над какими-то заданиями. Ребусы были очень, так скажем, прикольненькие. Не всегда мы угадывали, но мы старались от всей души отвечать на вопросы. Это вообще очень полезное занятие, скажем, для разминки мозга, потому что иногда кажется, что ты вроде все знаешь, но сегодня для себя есть пару моментов, которые я бы выделила и подтянулась бы по этим вещам. Хотя уже 10 лет в бизнесе. Невозможно всего знать. И здесь очень намного вещей. Я узнал, что действительно налоги, на самом деле, такие большие. Это будет меньше. Как минимум в два раза больше, чем мы посчитали. Но это для меня открытие. Все команды получили ценные призы – сертификаты на услуги издательского дома «Регион». Теперь участники игры «Финансовый мир Алтайского края» будут более серьезно подходить к решениям личных и семейных финансовых вопросов и задумываться над их последствиями. В этом и заключается основная задача проекта. Анжелика Келлер, Сергей Балуев. Новости. И о спорте. Семь призов разыграют на конно-спортивном празднике «Большие зимние бега». Увидеть шоу жители и гости края смогут в это воскресенье на Барнаульском ипподроме. В соревнованиях примут участие лучшие наездники и лошади Алтайского и Красноярского краев. О Новосибирской и Кемеровской областей организаторы обещают – скучно не будет. Гостей праздника ждут бега, показательные выступления спортсменов, конников, женский заезд, посвященный 8 марта. Заезд на пони на праздник можно будет прийти всей семьей. Будет работать детская площадка с аниматорами и кафе. На этом у меня все. Хорошего вам дня. Оставайтесь с нами.